В детском саду номер один завершилась летняя неделя спорта. На протяжении пяти дней дети вместе с воспитателями проводили игры с водой, мечом, обручем и скакалкой, а финалом стала игровая программа нейроигры. В детском саду воспитываются дети с особенностями речи, зрения и психики, поэтому для них такие оздоровительные и развивающие мероприятия особенно важны. Вообще-то у нас детский садик, он является инновационной площадкой на кафедре здоровья и сбережения НЕРО. И мы каждый свой сезон проводим эту неделю здоровья. Это для детей очень трудновато, конечно, из-за этого мы их обучаем, они начинают думать. Игры направлены на умственное и физическое развитие воспитанников. У детей с особенностями здоровья даже простые задания могут вызвать трудности. Поэтому воспитатели с помощью игры несложных физических упражнений учат их управлять своим телом и координировать действия. Дети учатся прыгать через скакалки. Конечно, не всем это удается, но основная часть уже у нас научилась. Крутят обручья. В соответствующий возраст кто-то просто прокатывает, кто-то просто крутит. На руке, кто на шее, на ноге. Прыгают через обручья. То есть вот идет физическое развитие, которое пригодится и в школе. В неделе спорта участвуют все группы воспитанников. Педагоги меняют задания в зависимости от навыков и возраста детей, но при этом соблюдают общую тематику. Так День нейроигр включал в себя командные эстафеты, игры на координацию, работу в паре и развитие мышления, которые понравились всем юным участникам. Они на перегонки эстафетами играют. Затем уже будут у нас прыжки, то есть прыгает, бросает в паре. Прыгает, бросает. Все игры понравились. Все игры понравились. Кроме индивидуальной и групповой работы с детьми, педагоги детского сада регулярно проводят мероприятия с участием родителей-воспитанников. Также на территории сада постоянно появляются новые игровые и развивающие объекты. Рукоход, детский огород, небольшая метеостанция и птичья столовая. Все они получают положительные отзывы как родителей-воспитанников, так и руководителей областной системы дошкольного образования. Анна Розуваева, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.